Россиян массово не пускают в Грузию. Последние несколько недель на границе ежедневно разворачивает обратно несколько десятков граждан России. Эксперты объясняют, грузинские власти могли ужесточить миграционную политику под давлением общества. Мы видим, что последние две недели очень сильное ужесточение контроля на границе. В принципе, видимо, есть установка, что надо много банить, вот много банят. Потому что найти общие какие-то черты в этих банах невозможно вообще. Ты бизнесмен, электрик, оппозиционер, сантехник или я не знаю кто еще, математик, вообще никакой нет разницы. После начала войны в Украине жители Грузии все чаще стали выражать недовольство по поводу массового притока россиян. С марта Грузия стала одной из стран для приезда большого количества жителей России, наряду с Арменией, Турцией и странами Центральной Азии. По официальным данным, только за первые семь месяцев этого года грузинскую границу пресекли более 400 тысяч россиян. В стране зарегистрировали более 6,5 тысяч российских компаний, что в семь раз превышает показатель 2021 года. Это дает нам подозрение полагать, что, возможно, мы сталкиваемся с попытками избежать санкций со стороны некоторых российских бизнес-компаний, которые уже не чувствуют себя комфортно в России. Также в обществе есть определенные страхи, что в Грузию могут попасть диверсионные группы или враждебно настроенные лица с определенными заданиями. Возможно, это и не так. Но Россия – непрогнозируемое государство. К тому же Россия оставляет за собой право защищать своих граждан на территории другой страны путем интервенции и военного нападения. Недавно портал Европейско-Азиатских новостей сообщил, что туристок из Екатеринбурга выселили из отеля в Тбилиси якобы из-за того, что они были гражданками России. Одна из туристок рассказала, что это было самое короткое ее путешествие за границу. Вместе с подругой в Грузии она пробыла чуть более суток. «Мы были в шоке. Казалось, что грузины – гостеприимный народ. Но, как ответила мне эта сотрудница отеля, они гостеприимны только с нормальными людьми. То есть мы, видимо, ненормальные». Анна – туристка из Екатеринбурга в интервью порталу ЕАН. Уже с 19 сентября россияне, имеющие шенгенские визы, не смогут въехать на территорию Эстонии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Урма Среницалу. Эстония закроет свою границу для более чем 50 тысяч россиян с ранее выданными визами. Ежедневно в страну въезжает около 2,5 тысяч граждан Федерации. Такие же ограничения решили ввести Литва, Латвия и Польша. «Мы собираемся подвергнуть санкциям всех, кому ранее выдали визы. Так что люди с этими визами не смогут больше находиться на эстонской территории. Сейчас идет война, сейчас происходит геноцид во время войны. И мы должны посмотреть с точки зрения морали, насколько нормально давать посещать Лувр или Брандербургские ворота людям, которые своими налогами финансируют войну». Финляндия воздержалась от полного запрета на въезд россиян по шенгенским визам. Но зато с 1 сентября резко сократило количество выдаваемых виз в 10 раз. Финское правительство согласилось это сделать после того, как российские туристы начали использовать финские аэропорты в качестве ворот в Европу после снятия ковидных ограничений. По словам министра иностранных дел страны, на финскую визу от россиян ежедневно поступает около тысячи заявлений. Это число сократили до 100-200 в день. «Как правительство Финляндии мы полностью осознаем, что решение, которое мы приняли, это только то, что сейчас сделала одна страна в Европейском Союзе. Но, безусловно, это усилит давление также и на то, что будет более общая политика Европейского Союза или шенгенской зоны в отношении визовых ограничений для россиян». 9 сентября Совет Евросоюза окончательно отменил действие упрощенного визового режима для россиян. Информация об этом появилась на официальном сайте ЕС. Теперь с 12 сентября гражданам РФ придется платить за визы в Европу вдвое больше. Вместо 35 евро – 80. Ждать их дольше – около полутора месяцев. Также увеличится и количество документов, которые необходимы для получения таких виз.